По моей наводке взяли пацанчика с плакатиком. Представляешь, какая цикл там? Информаторы, осведомители, агенты, стукачи, кляузники или привычные нам доносчики. Кто эти люди? Зачем они занимаются подобной деятельностью? И почему их так много на России? Давайте разбираться. На России первые документальные упоминания о доносах появились еще во времена образования Московского государства. Еще при Петре I в далеком 1711 году был создан институт фискалов, штатных доносчиков, которые занимались сбором информации для правителя. И именно с этих доносов начиналась львиная доля политических дел. И хотя Петр пытался сделать свой народ грамотнее, именно он первый на России обязал детей учиться. И в 1714 году усредил циферные школы, но все равно народ в большинстве своем был безграмотен и не образован. Поэтому большинство доносов были устными. Но также присутствовали и письменные доносы, именуемые в народе кляузами. Доносы были прибыльным делом. За верный донос стукачу полагалась премия, либо повышение в чине. А в исключительных случаях, когда донос способствовал раскрытию важного государственного преступления, доносчик мог заполучить собственность преступника. В СССР доносительство наряду со шпиономанией и репрессиями считается неотъемлемой частью истории государства. Это явление приобрело огромные масштабы. Знаменитая фраза писателя Сергея Довлатова «Мы без конца проклинаем товарища Сталина. И разумеется, за дело. И все же, я хочу спросить, кто написал 4 миллиона доносов?» Эта фраза очень точно описывает характер тех дивных времен. Граждане писали доносы на своих коллег и соседей. Мужья на жен, а жены на мужей. Дети писали доносы на родителей, а родители на детей. А с чего же началось это массовое доносительство? 30 июля 1937 года в СССР был издан секретный приказ об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов. Этот документ дал старт большому террору. Это период массовых репрессий, жертвами которых стали миллионы людей. Естественно, в Союзе доносы были и до 1937 года. Но именно после большого террора они стали неотъемлемой частью жизни советского человека. Не вовремя рассказанный политический анекдот. Шутка про руководство страны. Положительный отзыв о западной культуре или экономике. Запрещенная литература. Все это могло послужить поводом для доноса. Многие оказывались в тюрьме или вовсе получали высшую меру по ложным доносам. Ты чего здесь? Сами не знаем. Деповские мы. Рабочий, значит, из паровозного депо. Кто-то там какие-то листовки подбросил. Шутки его знают. А у кого при обыске нашли, забрали. За время правления Сталина по политическим мотивам было расстреляно 799 455 человек. 85% расстрелянных, это 681 692 человека, пришлось на период большого террора. Лично Сталинам и Политбюро по так называемым «сталинским расстрельным спискам» было утверждено на осуждение 43 768 человек. Почти все они были расстреляны. А те, кому удалось избежать высшей меры наказания, отправлялись прямиком в ГУЛАГ. А как там жилось осужденным, вы можете прочитать в рукописях Солженицына и Шаламова. И огромную лепту в эти страшные цифры внесли именно доносчики. На Россию культура доноса вернулась не так давно. А массовый характер она приняла после полномасштабного вторжения в Украину. Ведь именно после начала войны в Украине у стукачей появилось так много поводов писать свои кляузы. Дискредитация российской армии, распространение проукраинской пропаганды, фейки о армии. За все это теперь есть уголовное и административное наказание. Да что там говорить, если вы можете получить статью за репост в Фейсбуке или желто-синюю заставку на своей страничке ВКонтакте. Там полиция пришла, открой ты дверь. Лёг, на пол, на пол, Лёг! На пол, лёг! Лежать! Руки назад! Артём Владимирович, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282 Главного кодекса Российской Федерации по факту размещения вами в социальной сети ВКонтакте. Весной прошлого года шестиклассница Маша Маскалёва, проживающая в Тульской области, на школьном уроке нарисовала антивоенный рисунок. Учительница Маши донесла на девочку директору школы, а директор донёс правоохранительные органы. Вскоре против её отца Алексея Маскалёва завели дело по статье о дискредитации армии, за антивоенные комментарии в социальных сетях и отправили под домашний арест. А Машу определили в детский дом. Алексей воспитывал девочку один. В суде учительница, которая донесла на Машу, давала показания о дискредитирующих постах Маскалёва в социальных сетях. Не дожидаясь приговора, Алексей бежал из-под домашнего ареста. Суд приговорил его заочно к двум годам лишения свободы. Вскоре Маскалёва задержали в Беларуси. Скорее всего, какой-то белорусский доносчик поспособствовал его задержанию. НИКОГДА Перед вынесением приговора Маша написала письмо своему отцу. Папа, привет! Я очень прошу тебя, чтобы ты не болел и не волновался. Со мной всё хорошо. Я очень люблю тебя. И знай, ты ни в чём не виноват. Я всегда за тебя. И всё, что ты делаешь, правильно. Знай, что мы победим, что победа будет за нами. Что бы ни случилось, мы вместе. Мы команда. Ты лучший. Ты мой папа, самый умный, самый красивый, самый лучший папа на свете. Знай, лучше тебя нету. Прошу тебя, только не сдавайся. Love you. Ты герой, мой герой. Трогательно. К этому случаю подходит цитата Довлатова о Сталине и миллионах доносов. Это же не Путин отправил Машу в детский дом, а её отца за решётку. Нет. Сначала донесла учительница. Затем донёс директор. Затем менты донесли выше. Хотя учительница могла замять этот случай, просто поругав девочку за неправильную антивоенную позицию. Звучит абсурдно, но это реалии нынешней России. Затем директор мог или могла просто вызвать отца Машу в школу и поговорить с ним. Но нет, она вызвала милицию. Затем и сами менты могли просто поговорить с отцом и Машей и отпустить их, не передавая дело выше. Каждый в этой мерзкой цепочке мог поступить по-человечески. Но нет, они предпочли донести. И это я описал лишь один случай, самый резонансный. А сколько менее медийных и раскрученных подобных эпизодов происходит на России, представить себе сложно. Подольский пенсионер Александр П., возмутившийся тем, что одна из учениц городской школы номер 33, пришла туда в одежде синих и желтых цветов, донес в полицию. Пенсионер рассказал полицейским, что рядом с его домом находится школа. На улице у школы он обратил внимание на ребенка, одетого в цвета украинского флага. На место приехал наряд полиции, на девочку не нашли. До прибытия полицейских она уже ушла от школы, а куда именно пенсионер не заметил. Или москвичка, пожаловавшаяся на 8-летнюю одноклассницу дочери. Обнаружив в соцсетях ролик, где та мнет рисунок с российским флагом на фоне флага украинского. Сталинские репрессии возвращаются. На России тоже сажают за анекдоты. Против жителя Розанской области Василия Большакова открыли уголовное дело из-за анекдота в социальной сети ВКонтакте. При задержании Василия сильно избили правоохранители. И теперь ему светит 3 года тюрьмы. За анекдот. 3 года тюрьмы за анекдот. Английское мовои – это трэш. А вот еще один интересный случай. 20-летняя россиянка написала донос на своего парня. Тот просто отказался с ней жить. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Есть на России и профессиональные доносчики. Например, глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Этот персонаж любит строчить доносы на известных личностей. Он написал доносы на Аллу Пугачеву, Лайму Вайкуле, Лио Хиджакову, Диану Арбенину, Семена Слепакова, Данилу Козловского и Валерия Меладзе. А на днях он вообще написал донос на пропагандиста Норкина. После того, как тот поинтересовался у доносчика Бородина, не пиарится ли он на именах известных людей, ежедневно строча на них кляузы. Стукач не стерпел такого обвинения и выбежал из студии. Присядьте, пожалуйста, на месте. Я вам объясню. Я не буду с вами сидеть в одной программе. Вы заберите свой микрофон. Не можете сидеть со мной. Оборудование не нужно. Значит, вам сказать нечто. Есть на России и персональные доносчики. Таким является недоюрист, недоблогер Илья Ремесло. Этот кремлевский халуй исполняет функцию персонального доносчика на Алексея Навального. Точнее, исполнял. Навальный в тюрьме и уже нет смысла на него стучать. Свой первый донос Илья Ремесло сделал еще в 2015 году. Он написал кляузу по 282 статье на комментатора Матч ТВ Алексея Андронова. За его антипутинские посты в Твиттере. И в частности за фразу «Ничто и никто не сможет помешать мне любить Украину». Так началась кляузная карьера никому неизвестного посредственного юриста. Ремесло стучал не только на Навального, но и на его фонд по борьбе с коррупцией и сайт умного голосования, созданный Навальным для помощи избирателям сделать правильный выбор. Последний как раз заблокировали после доноса Ремесло в Роскомнадзор. Смотрите, ремесло переобулся. Это все проект Кремля. Есть на России и супер доносчики. Ксения Кротова за время войны состряпала и отправила около тысячи доносов. Бывшая преподавательница Ксения Кротова стучит на ученых, писателей, правозащитников и даже российских военнослужащих, оказавшихся в плену. Российские журналисты связались с ударницей кляозного труда и получили от нее следующее объяснение. Я живу в городе Миллионнике, работаю на непостоянной основе, то есть у меня неполная рабочая неделя. Так как у меня собственная квартира и есть сбережения, то у меня остается свободное время на доносы. По сути, я мелкий рантье, человек, живущий на сбережения и на проценты с них. Ранее несколько лет работала в сфере образования, преподавала в ВУЗе и в колледже. Мне под 40 лет, образование высшее, в браке не состою, детей не имею, за границей никогда не была, в силовых структурах никогда не работала и у меня нет родственников, которые там работают. Ксения Кротова утверждает, что 24 февраля она написала 922 доноса. Цифра точная, так как она ведет учет. Еще оказалось, что эта деятельность у нее в крови. Дедушка Ксении был сотрудником НКВД и в свое время активно использовал жалобы. Исходя из всего вышесказанного, можно смело назвать Россию «страной доносов». Или менее милозвучно «страна стукачей». Вот такую страну построил чекист Путин. Все-таки дальновидной женщиной была покойная Валерия Новодворская, когда в начале 2000-х описала Путина такой фразой «Вертухай никогда не построит правовое государство. Вертухай сможет построить только зону». Как же она была права? Хотел бы привести еще одну цитату Валерии Ильиничной. «В России объективно есть только 5-10% нормальных людей. Остальными можно пожертвовать при необходимости во благо этого меньшинства». И снова, очень точно и верно, именно эти 5-10% русских не поддерживают войну в Украине. Летом прошлого года Роскомнадзор выложил статистику, которая показывает, что за первую половину 2022 года россияне написали 145 тысяч доносов. Я думаю, сейчас эта цифра уже перевалила за миллион. Так что довлатовский упрек жителям Совка актуален и по отношению к жителям нынешней России. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Значит, вам понравилось и я не зря трудился. Ну или вы, Ксения Кротова, и смотрели только для того, чтобы написать на меня донос. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Пока! На службе, по моей наводке, взяли пацанчика с плакатиком. Представляешь, как Катя купала? Что за плакатик? Что было написано? Мне звонили у него было написано. Мы типа ходим, фоткаем, вот мы шли. Я такая, ооо, Никитас, надо сфоткать. Я сфоткала. Мы потом за ним шли. Он типа к нему там начали тетки подходить, орать на него. Мы за ним пошли. Проследили, где он. Он больше не вытаскивал. Он ухода в метро курил. И там наши ребята позвонили мне. Я сказала, где он. Они подбежали. И все, его увели. Да, мне его так жалко. Он 2004 года рождения. Короче, нет воения написано. Субтитры подогнал «Симон»